Лавров за гранью Забытие заграничное и аналитика, эту самую грань, нет-нет, да и переходящая. Переходящая, конечно, на словах. А наличности, особенно на те, что за мировой кулисой, я сегодня перейду вот слегка нетрадиционно. Это потому что осень. Пора, когда с шуршанием падает золотая листва. С шуршанием отсчитываются купюры за все более золотые энергоносители в Европе. И с шуршанием едут крыши у вполне себе знаковых лиц из элиты золотого миллиарда во всем мире. По крайней мере, кроме как осенним обострением, некоторые слова из иных лиц объяснить вроде бы трудно, но и не прокомментировать невозможно. И вот только я хотел было этим и заняться, как аналитики из этого самого интернета, посмотрев предыдущие выпуски. Все их тоже посмотрите, на ютюбе они хорошие. Так вот, аналитики указали, что я в ней, то есть в рубрике, женщин объективизирую. Что ж, я предупреждал, что сегодня будет нетрадиционно. И потому нынче в Лавров за гранью буду объективизировать мужчин. Потому что и они осенью крышами, судя по их же словам, тоже съезжать норовят. Вот, например, президент Литвы Наусида. Пожилой, белый, цисгендерный, вроде бы. Но на днях заявил, что немецкая армия – это не девушка, которую можно пригласить на хороший вечер у озера. Это серьезная армия, которой нужно предложить брачный контракт, где должны быть четко прописаны обязательства Литвы. И тут надо очень сильно не помнить историю Литвы, чтобы забыть, в какой именно позе оставляла Литву немецкая армия в прошлое женитьбы. Да и о будущем задуматься над тем, что именно должна будет Литва исполнить в первую и последующие ночи с целой немецкой армией, как Наусида удумал. Или Илон Маск – моложавый, относительно белый и вроде бы цисгендерный, после слов которого об Украине на той неделе, у которого с Украиной, этой самой, случился форменный развод. И теперь украинцы даже плакаты с его лицом и словами благодарности за систему Старлинк пробуют отодрать. Хотя ночь у них вроде бы не первая брачная. Так вот, Маск и на этом не успокоился и после предложил еще и Тайваню войти в Китай по добру, по здорову. Что вызвало по понятным причинам на коллективном Западе настолько эмоциональное и коллективное неодобрение комментаторов, что иначе как свальным грехом вот это вот все и не назовешь. Или американский рэпер Канни Уэст, который ничего не сказал, ибо рэперы бесплатно рот, как известно, не раскрывают, но позволил себе появиться на мероприятии в одежонке со слоганом «Жизни белых важны», что по нынешним западным нормам совсем ни в какие ворота, ни в передние, ни в задние, даже если ты молодой, цисгендерный и не белый. Но даже и на этом фоне выше всех на пальму первенства, стряхивая осенние листья, залез Байден, который вот уже несколько дней и говорит, и делает все, чтобы показать, насколько ему важны жизни курильщиков марихуаны. Даже на саммите Большой Двадцатки пообещал поговорить с Путиным нет не про Украину, а про освобождение американки, осужденной за провоз в Россию наркотиков этих самых. Как будто других проблем в мире уже нет. И вот тут назревает вопрос. Они что, все действительно крышами поехали, шурша в унисон с осенним обострением? И здесь у меня для тебя, зритель, традиционно две новости. Во-первых, поехали не все. А во-вторых, видишь ли, зритель, они в своем уме. Ну, пока насчет Байдена не доказано обратное. А дальше я буду. Я ж предупреждал, нетрадиционно серьезно. Потому что серьезно и Наусида, и Маск, и Уэст, и даже Байден. И на полном серьезе, я скажу так, они просто не с тобой, зритель, вот так разговаривают. В этом дело. Наусида, к примеру, когда с другими балтами ввязался в авантюру Англии по созданию цепочки стран, отрезающих Западную Европу от России, теперь очень надеется не повернуться к ФРГ спиной. Хочет и рыбку съесть, и на двух стульях сесть. Даже Литву готов под немецкую армию подложить. Маск подмигивает Китаю. Надо же где-то детальки к Старлинкам клепать. Уэст рассчитывает на карьеру политика и заигрывает с республиканцами. А Байден, он-то, как самый умный, решает сразу две задачи. Во-первых, работает перед выборами в Конгресс на американскую молодежную аудиторию, а она известна того. А во-вторых, смягчает последствия скандала с собственным отпрыском, который как раз и в делах с наркотиками тоже засветился. Это помимо аферы с Украиной. И даже неожиданные слова от экологини Греты Тунберг, вот помните такую, в защиту атомной энергетики, можно было бы объяснить тоже. Слушай, осень сейчас, а скоро зима. Но я же сказал, что в этой программе про женщин не буду. Поэтому про мужчин в западной политике скажу. У них не обострение. Они нетрадиционные вещи. Корости ради. Круглый год творят и говорят. За деньги они это все, а не по любви. Получится ли у них? Посмотрим в новостях и обсудим в рубрике «Лавров за гранью». Как-нибудь в пятницу. А пока, пока ухожу спиной вперед. А то западные мужчины в политике кругом. Мало ли.